Российская пропаганда придумала уже три версии того, чья ракета вообще и какая ракета упала, точнее не упала, а прилетела в больницу Ахмадет в Киеве. Там, кстати, параллельно прилетело еще и по роддому, погибли пять врачей и двое пациентов, но как-то вот на фоне трагедии детской больницы почему-то вот этот эпизод, он такой какой-то менее известный. Так вот, три версии у них есть, из них одна уже практически принята, России как официально, с их точки зрения, даже какое-нибудь уголовное дело заведут, их следственный комитет будет расследовать, значит, террористический удар по детской больнице в Киеве, тут главное дело не выйти на самих себя и так далее, но нам интересно, зачем они вообще это делают, зачем они плодят и множат эти сущности, хотя казалось бы, все уже понятно, никто уже не должен притворяться, все уже ясно как божий день, но они продолжают это делать и в этом помимо, в общем, их такого автоматического вранья по любому поводу есть и один смысл, очень ваш, даже не один, а несколько. Вот сейчас попробуем разобраться, для чего они это делают и каким последствиям это, в принципе, приводит. Всем привет, меня зовут Сергей Услензер, вы на моем канале, не забывайте, пожалуйста, поддерживать мои видео, это очень важно, это очень нужно, это полезно, это помогает их продвигать, лайкайте, реагируйте на видео, дизлайкайте, если не нравится, подписывайтесь на канал обязательно, оставляйте комментарии, включайте уведомления, кнопочка такая, колокольчик рядом с видео, помощь каналу финансов, это тоже помогает нам развиваться, продвигаться, кнопка супер, спасибо, две платформы Boosty и Patreon, ссылки на них находятся в описании и можно стать спонсором канала на YouTube, все это важно, все это нужно и огромное спасибо всем, кто это делает. Итак, как только произошел удар по больнице Ахмадет, в результате которого там очень сильно пострадали корпуса больницы, один из них был почти полностью разрушен, старое такое здание, я так понимаю, где-то там внутри вот этого больничного кампуса, то Россия сразу же, надо вот отдать им должное, и всегда очень оперативно реагирует на такие вещи, выдвинула версию, причем со ссылкой на Минобороны, что это была ракета комплекса Patriot. Потом они немножко эту версию пересмотрели и пришли к выводу, что это ракета комплекса Nassams, норвежского комплекса, соответственно, Patriot-американский. Ну и параллельно, то есть вот это две версии уже гуляли в публичном поле вовсю, и мне попадалось уже довольно активно ее, цитируют, третья версия о том, что некий украинский шпион получил доступ к полетным заданиям ВКС, это уж такая операция прям в духе Джеймса Бонда, получил задание, поменял координаты, по которым летела ракета, и ракета упала, вот, собственно, не упала, а прилетела в больницу. И, собственно, вот привело это все к такой трагедии, значит, жуткой, во всем виноват, понятное дело, главное управление разведки Украины, там украинские спецслужбы, и все это было сделано для того, чтобы сорвать мирные переговоры, которые были вот уже практически на мази. Вот уже Путин такое шикарное мирное предложение сделал, да, давайте, отдавайте нам все, что есть, и еще там чуть-чуть больше, и мы перестанем стрелять, и вот, значит, вот когда уже вот прям уже за всем все были готовы, вдруг прилетает эта ракета, и, в общем, как будто эта история, как в Буче, которую организовали англичане, чтобы сорвать мирные переговоры в Стамбуль. Хотя после Бучи, я напомню, мирные переговоры еще там продолжались, и довольно продолжительное время, довольно долгое время. Короче говоря, в общем, три версии. Ну, Патриот, они как-то вот сразу перестали публично и официально обсуждать, и официальная их точка зрения, официальная их пропаганда, она сошлась на том, что это была ракета НАСАМС. Это же самое сказал Нибенти, это вот их такой представитель в ООН, совершенно отвратительный персонаж, который там вот постоянно кривляется и несет какую-то околесицу, вот он это сказал в ООН, что это была ракета норвежского комплекса НАСАМС. Дескать, у нас еще там к Норвегии будут вопросы. Всякие осинтеры, очень уважаемые, компетентные люди, в диапазоне там от Беллинкет, до, я не знаю, Руслана Левиева, своего команды СИАТ, это все дело разобрали и доказали буквально вот быстро и на пальцах, что никакая это, конечно, не ракета НАСАМС, и никакая это не ракета Патриот, это ракета Х-101 или какая-то из ее производных. Я так сильно в это дело углубляться не буду, просто вот буквально повторю схематично, коротко в чем там дело. Ракета НАСАМС и ракета Х-101 очень сильно отличаются внешне, а там сняли эту ракету, причем с нескольких ракурсов, и если это видео увеличить и кропнуть, то очень хорошо видно отличие. Ракеты ПВО, как правило, имеют такой остроконечный носовой обтекатель, ну, имеется в виду, вот он как пуля выглядит, грубо говоря. У крылатых ракет, как правило, носовой обтекатель, в том числе у Х-101, он такой немного обтекаемый, имеет совершенно другую форму, отличается оперение, вот те самые крылышки, грубо говоря. На крылатой ракете очень характерный всегда есть такой признак, вот на Х-101 в частности, это вот торчит у нее на хвосте такая вот приблуда, так называемый турбовентиляторный двигатель, это называется. Такого на ракетах ПВО нет, из-за чего крылатая ракета не оставляет во время полета дымный след, в отличие от ракеты ПВО, и издает такой очень характерный звук. Вот есть много видео с пролетами крылатых ракет, вот такой вот звук, вот это крылатая ракета, и летит она по специфической траектории, как правило, низко над землей. Ракета ПВО оставляет дымный след, и она очень так характерно шипит, вот такой, извините, что я так для наглядности это все изображаю. Перепутать их в этом смысле совершенно невозможно. Ракета Х-101 зашла на больницу Ахмадет под характерным таким углом 50-60 градусов, штатный угол захода на цель, но самое-то главное отличие заключается в том, что у зенитных ракет маленькие боеголовки, им не нужна для того, чтобы там поразить ракету или самолет противника в воздухе, боеголовка в 400 килограммов, которая стоит на Х-101. У нее боеголовка порядка 20, если я не ошибаюсь, килограммов, то есть у нее боевая часть меньше, чем у дрона класса Шахет, буквально. И привести к такого рода разрушениям она просто физически не могла. Даже если их 10 туда засадить, таких разрушений не будет. Максимум повылетали бы стекла на нижних этажах, а тут вот все эти разрушения хорошо заметны. Ракета Х-101, еще раз напомню, имеет 400 килограммов боевую часть. Там, правда, говорили о том, что появились новые там модификации, чуть ли не с кассетными боевыми частями, но там вроде как не похоже на кассетную боевую часть, а похоже вот на такую стандартную боеголовку. 400 килограммов, почти полтонны. Короче говоря, при наличии видео вот такого, которое вот удалось снять человеку какому-то, там из нескольких как бы ракурсов несколько человек сняли эти ракеты, так вот при наличии такого видео, при наличии мозгов и зрения, невозможно спутать ракету Х-101 с ракетой ПВО Насамс. Это как спутать носорога и котенка, буквально. То есть это нереально совершенно. Но российская пропаганда продолжает это все дело утверждать. Они даже какие-то у себя там разборы проводят, какие-то схемки рисуют. Вот так ли угол, вот такой угол, вот так она летела, вот эдак и так далее. И все это делается с несколькими целями, на мой взгляд. Все это делается прежде всего для того, чтобы перегрузить информационное поле. Для того, чтобы люди начали все это обсуждать. Чтобы расследователи, журналисты, осинтеры начали эти версии все опровергать и разбирать. Вот как я сейчас потратил 5 минут своей жизни на то, чтобы на пальцах доказать, что это была не ракета НАСАМС, а ракета Х-101 российская. Но ладно, мы как бы 5 минут для такого дела не жалко, но во многих разных медиа там идут такие серьезные разборы. Версия номер 1, версия номер 2. Перегружается информационное поле. В информационном поле появляется шум. Активный такой белый и не белый шум. Как было в свое время, вспомните, с истории малазийского Боинга. Который сбили российский расчет, с российской установки БУК. Сбил самолет пассажирский, который летел куда-то там по своим делам. Никого не трогал. Все это было разобрано и доказано, неопровержимо совершенно. Но вспомните, какое-то дикое количество версий они сразу вбросили в информационное поле. Какой-то диспетчер Карлос. Какой-то украинский летчик на Су-25. На Су-25 такой высоты подняться-то не может. Там какая-то ракета не туда полетела украинская. Там еще чего-то. То есть миллион был версий. И каждую из этих версий вынуждены были разбирать, опровергать. И все это порождает такой вот шум, еще раз говорю, информационный. И все это порождает, прежде всего, переходим ко второй причине, сомнения. Ну, раз такое количество версий, раз такое количество разговоров на эту тему, раз из этого телевизора говорят Насамс, а из этого Патриот, а вот тут украинцы, значит, говорят, что это вроде как Балаха-101. Люди начинают сомневаться. Люди начинают думать, что, наверное, не все так однозначно. Вот откуда появляется этот знаменитый мем последнего времени. Не все так однозначно, не все так просто. А вдруг все-таки действительно украинцы, украинский шпион там внес изменения в полетное задание ракеты. Хотя, насколько я понимаю, людей, которые умеют вносить изменения в полетные задания ракеты, вообще писать полетные задания ракет в России, там их по пальцам буквально. То есть их там, ну, вряд ли наберется несколько десятков даже. Вот. И проникнуть туда украинскому шпиону, это уж я не знаю вообще, кем надо быть и каким шпионом надо быть, но, тем не менее, эта версия обсуждается. И таким образом вот это все, вся эта история, она забалтывается. Параллельно с этим, в Организации Объединенных Наций, как вообще вот выглядит это все с точки зрения международного сообщества, да? Ну, казалось бы, Украина инициирует созыв Совета Безопасности ООН. Там сейчас председательствует Россия, на минуточку, да? Вот. Ну, тоже вот как выглядят международные организации сейчас там. Правами человека в ООН занимается Иран, а с безопасностью Россия. И вот. И требуют разобрать эту историю. Удар по больнице. Небензя там несет какую-то херню по поводу ракеты НАСАМС. Представитель генерального секретаря ООН на голубом глазу полчаса рассказывает там об ужасах оккупации на оккупированных территориях. Там значит о кошмарной состоянии украинской инфраструктуры, об ударах по украинским городам, о том, о сем, обо всех вот этих ужасах, этой кошмарной войны и умудряется ни разу не упомянуть Россию. Ни разу. Как будто это какие-то вот инопланетяне из Альфа-Центавра бомбят украинские города и оккупируют пятую часть украинской территории. Вот как это вот у них так получается? Вот прям профессионал. И заканчивается все это тем, что они осуждают ракетный удар по больнице. Это очень хорошо, все правильно. Они его осудили. А дальше-то что? Что от этого осуждения? Ребенку, который умер сейчас, да? Что от этого осуждения там пострадавшим, разрушенной больницы? От этого ни жарко, ни холодно. Какие действия предпримет ООН для того, чтобы не допустить такого в дальнейшем? Для чего она, собственно, создавалась? Никаких действий не предпримет. Осуждение, после чего Россия приглашает всех пообедать. Тут поразительная совершенно история. Ну, после заседания. И, ну, видимо, они там, как председательствующая сторона, отвечают, значит, за накрытие поляны. И там главным блюдом числится котлета по-киевски. Видимо, это им показалось таким крутым троллингом. Вот прям вообще вау. Я даже не знаю, как это вообще все комментировать. Это совершенно поразительная вообще история. И с этим, ну, вот как бы глупо на это обижаться, да? Но все равно у этого должны наступить какие-то последствия. Ну, невозможно на все это смотреть уже, да? И все это терпеть. И вот Великобритания заявила о том, что она снимает ограничения на применение своих ракет Storm Shadow в глубину российской территории. Там довольно существенная дальность полета в разных модификациях. Ну, до 500 километров можно она достигать. То есть можно поражать объекты вот в глубине российской территории. Не только на оккупированных территориях, в Крыму, например, но и, так сказать, на канонической территории Российской Федерации. Понятно, что этих ракет немного. Понятно, что носителей немного. Это самолеты Су-24, приспособленные для пусков таких ракет. И с ними там не все так просто, с этими самолетами имеется в виду, с точки зрения применения этих ракет. Но важен прецедент. Британцы создают прецедент. Вот они первые сняли такие ограничения. Пожалуйста. Дальше будут следующие. Возможно, это сделают французы. Американцы после удара по больнице в полном соответствии своей концепции дебильной, да? Не допустить эскалации и вообще как-то вот помогать в час по чайной ложечке из пипеточки. Они заявили, что они не будут снимать ограничения. Но мы займемся, значит, поставкой, там, усилением украинской ПВО. ПВО не герметично. Нельзя все время защищаться. Даже если будет 10 батарей ПВО защищать Киев, все равно когда-нибудь пропустит. Потому что никакая ПВО не бывает герметичной. Даже четырехслойная израильская пропускает периодически. А что уж говорить-то про защиту всей Украины с ее гигантскими размерами и огромным количеством крупных городов. Все равно пропустит. Рано или поздно. Поэтому Украине нужно дать возможность защищаться и атаковать, да? В конце концов, ну вот, вот, от активной обороны действовать. И для этого ей нужны дальнобойные ракеты, которые у нее уже, в принципе-то, есть. И для этого ей нужно разрешение на их применение. Но вот американская администрация говорит, не-не-не-не, ни в коем случае. Как сказал Джон Кирби, мы не можем допустить расширения эскалации. Больницу детскую снесли, а они все вот боятся расширения эскалации. Я вот этого вот, откровенно говоря, не понимаю. Кстати, по поводу шпионов, любопытный эпизод произошел, что ФСБ предотвратило теракт на авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов. Там некого офицера завербовала, значит, украинская разведка, ГУР. И они просили его поджечь этот вот несчастный авианосец. Вот, выглядит это все как абсолютный какой-то бред. Понятно, что это чисто внутренняя история для внутреннего употребления. Органы вот следят, как бы, органы, значит, там предотвращают теракты. То есть они не смогли теракт в Крокусе предотвратить, не смогли теракт в Дагестане предотвратить. А вот поджег авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов который без посторонней помощи горел уже раз пять. В том числе и вот в последнем, в девятнадцатом году последний раз он горел. Вот, они вот сумели таки предотвратить в результате оперативной игры. Там какого-то офицерика якобы завербовали. Ему прислали планы и чертежи, как сделать зажигательное устройство. Какое зажигательное устройство? Это плеснул бензинчику, спичку кинул и пошел себе по своим делам. Не, там зажигательное устройство, но он тут же доложил командованию, чекистам, где, значит, там начали играть и в результате куратор его, который с ним связывался через мессенджеры, просто пропал. Ну, типа перестал выходить на связь. Какая-то странная оперативная игра. Не понятно, то ли они, что они хотели в результате этой оперативной игры получить. Вот тоже любопытно. Но понятно, что все это бред, потому что самое-то главное, Адмирал Кузнецов не принимает участие в боевых действиях против Украины. Он сейчас на севере, где-то там, вот в Североморске, да, на заводе находится, на ремонте, бесконечном абсолютно. Он, по-моему, в 17-м году встал на ремонт и до сих пор в нем находится. И до сих пор он еще стоит у причальной стенки. И непонятно еще, сколько там будет стоять. И по моим вот расчетам, по моим прогнозам, он больше в море уже никогда не выйдет для выполнения боевых задач. Потому что он, ну, вот он в таком состоянии находится корабль, этот единственный. И нафига, спрашивается, связываться украинская разведка. Операцию курировал лично Буданов. Вот я не знаю, что, какие счеты лично у Буданова есть к Адмиралу Кузнецову, я имею в виду, как к кораблю. Ну вот-вот поджечь этот корабль. Не надо там ничего поджигать, он сам как-нибудь или сгорит, или утонет. Не надо ему в этом помогать, только ни в коем случае. Этот корабль сам отлично справляется. Вот если посмотреть его судьбу, я как-то про него делал огромное такое длинное видео, в котором вот рассказывал о судьбе вот этого вот несчастного недоавианосца, вот пересмотрите его, и вы поймете, что тут вообще ничего даже делать не надо. Сам прекрасно справляется. Ну, во всяком случае, силами своего экипажа. И вот они, такие истории, периодически сейчас будут, будут как бы предъявлять общественности. Ну, как грубо там, в конце 30-х годов, да. Японские шпионы, британские, там и так далее, и так далее. Благо сейчас вот кого хочешь, объявляй шпионом, и в пользу кого хочешь, потому что вокруг сплошное враждебное окружение. И все это будет вот продолжаться. Ну, последим тоже за этой историей. Любопытно, как у них там все это будет развиваться. Но развиваться это все будет в совершенно ужасных формах, на мой взгляд. И террор вообще такая штука. Она система самовоспроизводящаяся, система расширяющаяся. То есть ему нужно пожрать все больше и больше и больше людей. Рано или поздно возьмутся друг за друга, в том числе. Ну, история, это все уже было. Это все уже было. И почему они вот, дебилы, не могут открыть учебник истории, почитать и извлечь из этого какие-то уроки, для меня это просто какая-то загадка. Учитывая два удара в один день по медицинским учреждениям, тут роддом, там больница Ахмадет, у меня вообще возникает ощущение, что Россия целенаправленно сейчас будет сносить в том числе медицинскую инфраструктуру в Украине. Больницы, госпитали, детские больницы, неважно. Для них любая больница это военный объект, это цель. Если вспомнить историю их операций в Сирии, то в районах, которые контролировали повстанцы, ВКС российские, снесли все больницы до единой. Все до единой разрушили больницы, при том, что им были переданы координаты. Я напоминаю эту историю. Переданы координаты всех больниц, для того, чтобы они их не бомбили, потом аккуратненько по этим координатам, одну за другой, они все эти больницы разрушили. Это часть военной стратегии, часть вообще стратегии, осложнять противнику работу с ранеными и пострадавшими. Чем меньше больниц, тем меньше ты людей лечишь, тем больше у тебя раненых, тем хуже у тебя и ситуация. Вот примерно такая логика. Людоедская абсолютно, но может быть вполне себе эффективной. Поэтому можно ожидать еще подобных ударов по больницам. Почему они каждый раз на голубом глазу будут говорить, что или там лечились какие-нибудь польские наемники, или вообще туда ничего не попало, или попала ракета ПВО Насамс. Вот что-нибудь такое. В этом смысле тут как бы бесполезно, совершенно еще раз говорю, на них за это обижаться и выражать какое-то свое возмущение. Это не поможет. Это такая форма жизни. С этим ничего не поделаешь. С этим можно только воевать. Этому можно сопротивляться, это можно атаковать, но осуждать это бессмысленно. Просто вот сотрясать воздух. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. Завтра будет, видимо, очередная сводка нашей войны с Хамасом. Тут у нас тоже какие-то наметились продвижения по сделке. Ну, посмотрим опять же, как это происходит и поговорим об этом обязательно. Еще раз спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова